Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, продолжаем играть в игру Хастл Кастл. Как видите, 2 часа 7 минут осталось до постройки казармы, ну а тренировочная бойцов уже сделана у нас, поэтому мои герои продолжают развиваться дальше и сейчас я буду делать, знаете что? Ха-ха, конечно же, конечно же буду улучшать тронный зал. Ну что же, 6 дней будут делаться, так что вперед. Давайте забирать все, что у нас здесь накопилось. Так, казначеи у меня получают 14-й, 10-й уровень, дрова, сталь и получается, что все. Монетки еще остались? Да, ребята, денег у меня мало, всего у меня мало. Так, это что такое у нас? Пока ничего здесь хорошего нету, давайте-ка заберем сундучок. По карте мы глянем орков. Есть, есть еще орки. Хе-хе, правда мало, но тем не менее остались. Ну что же, по-баренькому сейчас мы их разберем и будем заниматься уже своими делами. А дела у меня такие, на ближайшее время подкопить немножко денег. И через 2 часа, когда у меня построится казарма, надо будет что-то еще заказывать. Сейчас акцент будет на развитие замка у нас. Так, ну что же, тут у нас все тихо. Где у нас последний? А, ребят, смотрите, еще одно вторжение у нас тут появилось. Ну да ладно, разберемся и с ними. Просто в данный момент я хотел бы как можно быстрее пойти и начать фармить игроков. Ну, для заработка ресурсов и денег. Так, отлично, тут победили. Наверное, также последнюю сейчас партию орков заколбасим. Нон-стопом, почему бы и нет. Чтобы уже от них отвязаться. Поехали. Ну что ты, в бой? Конечно же в бой. Эй, тут шалупень какая-то. Сейчас, ребята, и глазом не успеете моргнуть, как они все тут полягут. Ну, вторым глазом точно не успеете моргнуть. Отлично. Все, получаем мы сундук с них. Итого у меня 3 сундука. Оу. А это очень и очень хорошо. Ну, это бред. Мы его разберем. Здесь что нам выводит? Ага, зеленая бронька. На лучника. Ладно, фиг с ним. Тут ресурсы, деньги. А здесь... Амулетик. Хорошо, и тут ресурсы. Ладно. В принципе, пока все хорошо. Единственное, что мне не нравится, что этот посох у нас обычный. Выпал. Лучше бы выпал он зеленым хотя бы. Итого у нас тут денег почти 2 миллиона. Да, вот со сталью опять проблемы, как всегда, большие. Да что-то так долго у меня там лечишься, а? Толстяк. Ну что, ребят, вот смотрите, примерные расценки у меня на ближайшее время. Погреб 3600. Ага, 3600 и 500 встали. Ё-моё, сколько же мне придется тут этого всего копить? Ладно, будем смотреть, кто здесь есть у нас пожирнее. Так, вот, в принципе, неплохой чувачок. Так, давайте возьмем заморозочку. И готовиться поставим тоже. Сейчас я делаю только одну заморозку. Ну-ка-ся. Так, 217. И 6 у него персонажей в отряде. Как-то, блин, я даже не знаю. Ну, давайте в других глянем. О, тоже неплохо. 181000. В принципе, можно попробовать, да? Синька, синька, синька. Фиол. Угу, довольно такой крепкий малый. Почему 181000? 2000. Вроде так, шмотки неплохие. Но какой-то ватноватый он. Так, ладно, где у меня этот амбал? Иди лечись, ёлки-палки. Будешь 30 лет тут бегать. Вот эта ошибка, ребята, зачастила в последнее время у меня. Почему-то не знаю, с чем это связано. Ну, надеюсь, вскоре она исчезнет. Так, ладно, ждем, пока у меня амбал дохильца. Амбал. Воин мой. Так, ну-ка, что у нас тут? 1271 душа, да? Угу. И, естественно, я ничего себе приобрести не смогу. Так, ну что, толстяк, ты у меня готов? Ну, практически все, он уже на изготовке. И сейчас мы пойдем с вами заниматься фармом. Так, или синюю. А я трезво в игру не выхожу. А пофиг, у меня все таблетки с приятием в клан. Да. Так, здесь у нас... Ну, кого я хочу взять? Конечно же, лучника. Тут даже и думать нечего. Давайте напишем. Так, проверить. Ага, все нормально. Отправляем. Угу. Так. Пока, ребят, ничего не смог вам отослать. Сам коплю, так что не обессудьте. Ну, а теперь давайте продолжать поиски. Рыцарей круглого стола. Это нам не подходит. А вот здесь... Ммм, тоже не то. Ну, вот этот еще... Как-то 50-50, но тем не менее. Так, 182 тысячи мощей, да? Давайте-ка нахлобучим его. Этого Бруно. Так. Нет, ну я думаю, шансов-то у него нет. Это однозначно. Как ни крути. Все. Заморозились ребята. И отдыхают по полной программе. Ну, а мы с вами получили довольно неплохой лут. Так, давайте-ка их отправим хилиться. Ага. Так, вояка. Ну и, в принципе, пока все. Сейчас мы немножечко подождем. Когда они подлечатся полностью. И продолжим. Надо 3 миллиона мне, да? И 500 тысяч стали. Довольно внушительные суммы. Особенно про сталь. И толстячок мой там перематывает руки себе. Якобы лечится. Так, 62 уровень. Еще почти 8 часов до 63 этому. Ну, а тут 53. 5 часов до 54 уровня. А лук у меня, ага. И тут 62. В принципе... Сила магии плюс 577. Кстати. Дайте-ка глянем кое-что. Здоровье. Так, сила магии и здоровье тоже, да? А если я вот этот, например, одену? О, он как раз ему подходит. И даже мощей немножко прибавляет. Но все-таки я, наверное... Нет, надо заменить. Не нравится мне белый. Пускай лучше будет синий. Обратно мы его надеем. Оу! А здесь-то у нас что? Сила магии 463. А на этом сколько? Вот. Вот мы и нашли решение проблемы. Будем одевать вот этот. Амулет. Замечательно. Сила магии 430. Конечно же, одеваем за 463. Ну, вроде бы как и разобрались, да? Здоровье. Зачем тебе здоровье? Вот. Это, конечно, не особо-то и нужно. Ну-ка, посмотрим. Блин, а что так мощь-то падает, а? Сразу же. Магический урон. Хм. Тут обычный урон. И тут обычный. И здоровье. Ладно. Пускай будет здоровье. Так. А здесь у нас крит. Ой, блин. Вот что лучше? Крит или урон? Вот что мне непонятно. Урон. К чему он плюсуется? Крит, я понимаю, это шанс выпадения, наверное, критического удара. Или как? Хрен его знает, если честно. Ладно, пока мы так это все оставим. Толстый у меня вылечился, да? И мы продолжаем с вами фармить. Ух ты, ресурсы. Ну-ка, давайте-ка заценим этого колобка. Так, готовить. Ну-ка, кто такой? И с чем тебе дед? Блин, 247. Йоу. Что-то как-то интересно. Очень много зелени у него. И превышает он по мощам. Хотя у него уже 6 бойцов в отряде. Хм. Ну, для 6, я думаю, наверное, будет слабовато. Так, этот нам не подходит. Где же был у нас... Ага, вот. Вот этого можно, в принципе, бомбануть. Понеслась. Два кинжальчика и два... А, три мага. Не тут-то было, дудочки. Готов один. Черт, сейчас мой вояка упадет, да? Ну, даже если он упал, рейсельщики делают свое дело. Хилы отхиливают. В общем, победа за нами. И получаем 89 тысяч стали. Что довольно хорошо, я считаю. Так, по общему количеству 313 тысяч. Блин, еще надо где-то 200 тысяч, грубо говоря. Да, навряд ли я набью за эту серию. Хотя... Нет, наверное, на карте не будет достаточных персонажей. С которых я мог бы выбивать. Ну, с деревом пока все нормально. У меня полторы ляма. С манной я вообще молчу. Никогда в ней не видел проблем. Так, сбираем здесь. Блин, два дня будет делаться. У меня еще броня. Так. Давайте добавим. Ну что же, ставим на приготовление. Ну что, в бой. Так, разведочка. 217 тысяч. Все-таки я, наверное, ребята, рискну. Так, у него, как видите, 6 персонажей. Мне придется использовать во всю свою магию заморозки. Чтобы хоть как-то здесь продержаться. Так, упали. Главное тут убить магов. И дальше все, ребят. И дальше победа будет за нами. Вот так это все делается. Приблизительно. И плюс 62 тысячи. Еще стали получаем. Великолепно. Уже почти 400 тысяч. Так, толстенький у меня отхилится. Магичка. Что здесь мы можем еще взять. Угу. Так. Здесь готово. Очень мало дают, конечно, стали. Мои шахтеры. Меня это как-то немножко расстраивает. Ее бы увеличить. Но там столько денег надо. Да, вот этого можно, кстати, было бы разбомбить. По идее, да? Так, два последних заклинания. Все. Как они только закончатся. Нападать уже перестанет смысл. Давай-ка разведочку. 181 тысяча. Угу. Сейчас мы свою бригаду соберем. Полный боекомплект. И направимся именно туда. Ну, магички уже отхилились. Их можно вернуть. Да и, в принципе, толстого тоже. Ну что, давайте, наверное, тогда приступать. Раз здесь у нас ничего пока нету. Ух. Как говорится, была не была. В атаку. Да нафиг, блин. Ну что такое? Ну, так долго собираться для того, чтобы получить просто какой-то облом. Но это не пойдет нам. А здесь, а? О, тоже неплохо. Давайте глянем. 235. Так, ну это ладно, ладно. Слушайте, а можно, в принципе, попробовать. Да, что ты будешь делать, а? Ну, это уже какой-то заговор натуральный. Никого не могу застать врасплох. Все почему-то сидят по замкам, по своим. Так, ну ладно, давайте Дарк. Нет, это не то. Может, его? 247. Синька и зеленка, короче. Фиола практически нету. Что же, будем, наверное, на свой страх и риск нападать. Да, рискованно. Но, тем не менее, заодно, если что, мы сольем себе маленько рейта, если проиграем. Так что... Интересно, это русский или нет? Вильям, Бенджамин, Александр, Ханна. Названия-то какие. Ладно, все. Была не была. Надо заморозкой эффективнее здесь пользоваться. Ну, давай-давай. Главное пробить вот этих первых. Блин, они рисуют их, а. Щет. Переключайтесь на магов, быстрее. Ай. Ну, падай ты. Блин, да что такое-то? Я не успеваю, ребят, понимаете? Во, наконец-то переключились. Все. Сейчас, я думаю, им будет крышка. Да, так оно и произошло. Ну, что же, 96 тысяч почти стали. Срубили мы с этого боя. И тут осталось-то у нас всего-то 30 тысяч. Ну, по деньгам, конечно, еще сколько тут получается? 240 кусков надо еще где-то надыбать. Ну, это один хороший, так скажем, бой. И, в принципе, все ресурсы будут у меня. Только вот на карте нету таких благородных воинов, которые бы со мной согласились поменяться ресурсами. Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и продолжаем играть в игру Хастл Кастл. Ну, что же, давайте приступать. И я хотел обратить ваше внимание вот на что. Как видите, тронный зал у меня строится. Да, осталось три дня, 19 часов, но также я себе сделал погреб для еды, чтобы можно было воевать как можно чаще и больше. Так что, будем ждать, когда она у нас отстроится. Ну, а теперь непосредственно к самой игре. Так, что у нас тут? Казначей получил 17 уровень, замечательно. Так, здесь мы собираем сталь. Плотник 20 уровень, замечательно. В принципе, ей здесь больше делать нечего, и пускай она у меня идет вот сюда. Три дня, 13 часов тронный зал будет делаться. Да, ребята, вот мой новый испеченный лучник. Он, конечно, еще пока слабенький, всего 64 уровня. Одет в синьку. Так, шмотки у него тоже синька. Ну, и тут на урон и на броню. Действительно, ребята, амулетов больше не было. Я даже не знал, что ему ставить. Пришлось вот на броню лепить. Все в свое время, как вы помните, поразбирал. Ладно, нас это сейчас не так сильно, честно говоря, беспокоит. Мы... О, бронька, смотрим, ребята. Ага, латый титан, 65 уровень, забираем и давайте смотреть. Это, как вы помните, я делал на своего вояку. А у него сейчас что за броня в данный момент находится? 62. Давайте сравнивать. Мне очень интересно сравнить. Йо, Калэмоне, прикиньте, во сколько раз круче. Хо-хо, ё-моё. Так, увеличивает здоровье на 45%. Ну, статы практически одинаковые, да? Ну, тут только 22%, а тут 26%. Ну, извините меня, броня почти на полторы тысячи. И здесь урон на 200, от 100 до 200, да, повысилось. Естественно, мы надеваем, сколько у него сейчас мы смотрим мощей? 47 797. Надеваем. Ядрить его на коре. Нифига! Вот это вот, я понимаю, ребята, приоделись. Теперь мы просто, ну, конечно, не скажу, что мы непобедимые. Мы ещё салаги, по сравнению с другими игроками, которые очень круто разодеты, но, тем не менее, я маленькими шажочками подкрадываюсь к ним. Вот. Хотя бы приблизиться. Ну, что же, ребята, и давайте мы будем забирать подарки. Спасибо вам всем огромное и большое и соклановцы, и с других кланов, ребята, которые у меня в друзьях, но, ух ты, тут ещё и орки в других кланах, но также не забывайте слать всем, всем, всем большое спасибо. Так, и я, наверное, сейчас тоже начну отправлять. Так, ребята, вы меня сейчас, видите, как я делаю? Я отправляю в первую очередь своим соклановцам, потому что, как-никак, это мои ребята фофан. Получай. Отправляем. Ну, ёлки-палки, ну, как всегда, вот, не получается с первого раза, я не знаю. И я ещё хотел спросить, ребят, у нас здесь по друзьям есть лимит или нет? Вот, по-моему, 100 человек я могу всего лишь взять, да, и больше никого не могу принимать. Так, Эльдарушка, держи. Эльдар, это у тебя дочка родилась, да? По-моему, у тебя. Так что, ещё раз тебя поздравляю. Так, Андрей. Давайте Андрюшке Бахмарову отправим. И, 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 Кайфолов. У нас тут Кайфолов. Как же Данил Дьяконов. Так, ещё один Герман. Герман. Это всё замечательно. Так, погоди-ка, как же я чуть Юри Порецкого-то не пропустил, а? Ай-яй-яй. Так, Одинка, Дмитрий Лучин, Шикандос, и ещё у нас осталось трое, кому я могу отправить. Да, ребят, по-моему, соточка это у нас предел. Но я знаю, что есть люди, которые давным-давно не играют, и, как бы, не знаю, как их отсюда можно вообще удалить из этого списка. Если кто знает, отпишитесь мне, пожалуйста, в комментариях. Так, и начнём отправлять. Начну я с самых верков, Зути, Тазген и Намат. Вот эти три моих, честно вам скажу, самые старые-старые друзья. Очень давно они у меня сидят, поэтому я не могу никак их обойти стороной. Поэтому им отправляю подарки. Так, ладно. С подарками мы разобрались. Сейчас мы, наверное, будем с ними, ой, с ними, с вами, конечно же, с вами, и вскрывать. Так, девять штук у нас здесь. Давайте начнём. Не знаю, стоит ли идти на орков или нет. Ну, я-то, наверное, схожу, запишу, а вы уже можете это не смотреть, можете пропускать. Вот, потому что, как сами говорите, это слишком долго, нудно. В общем, никого не заставляю смотреть, как я буду бомбить этих подонков несчастных. Так, ну что, ресурсы, 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 это всё хорошо. В дальнейшем, ребята, мне пригодится, потому что у меня есть ещё одна задумочка на кое-какую постройку. Так, ну давай, последний сундук. Шикарно, всё. Так, вроде ничего не выпало, да? Нет. Постройка у меня будет, так, если я сейчас не ошибаюсь, это, хотел вот кухню, но я думаю, либо ремесленный цех, ну, честно говоря, меня смущает, вот, полтора миллиона стали, или же это будет у нас, вот, ювелирка, мастерская брони, мастерская оружия. Что-то из этого улучшать, потому что уже войны будут в 80-х уровней, ну, а как видите, шмотки у меня всего лишь там 70-х, или 60-х какого-то уровня. Это, естественно, никуда не годится для дальнейших стычек, поэтому надо будет как-то маленько укрепиться. Ну, что же, переходим на карту. Орки, опять же вам повторю, не все ещё вылупились, потому что ещё очень рано по времени, всего лишь там, сколько, 10 или 11 часов. Так что, грубо говоря, только лишь половина вылезла, я что-то не помню, а у меня что? А где у меня вояка-то? Эй! Куда вояка-то делся? Ё-моё, блин! Что-то я не врубился. Ай! Ё-моё, я его... Да. Вот так вот, ребята, косипорим потихонечку. Я же его отправил лечиться, когда надел ему новую броньку, чтобы он чуть-чуть дохилился. Да, закосипорил. Хорошо справились, вовремя я его увидел. А вы видели, да? Какие маги ватные в ближнем бою. Просто ватоватый. Так, давайте посмотрим, что нам здесь достанется. Ёлки-палки. Ребята, вы вот не поверьте, вот этих вот костюмов, как их там называют, песочников, или... У меня уже просто... А! Часовщик. Вон их сколько! Ёлки-палки. И сколько этих часов мне навыпадало. А когда-то я плакал, искулил, спрашивал, почему мне не выпадает этот вид одежды. Теперь у него просто море. Хоть опять его разбирать. Так, ну что, эти ребята довольно быстро у нас хилятся. Так, это что за шалопа, я что-то не понял. Он-то здесь откуда взялся? Да ядрёно ты вошь, ну... Ой... Так. Иди сюда давай. Вот магичка, а! Ну, простофиля. Ладно, пойдёмте на это вторжение. Мы, наверное, сейчас мы сделаем нон-стопом, как говорится, по-быренькому. Одного за другим прощёлкаем. Да вот дудки. Даже повреждений не наносят, вы прикиньте. Стреляет он из арбалета и ему пофиг. Ха-ха! Офигенно! Вот это броня. Так, сразу же следующего. Это вот этот у нас будет. Да-да, я хочу. Погнали. Я чё-то не могу понять, они мне чё, вообще урон наносить не собираются? Вы посмотрите. Вот, только сейчас началось потихонечку. Хе, круто. Тогда, естественно, следующий бой. Автоматом даже думать нечего. Так, погнали. Что там опять? Что-то... Ну? Ой, а тут чё-то уже больно как-то круто пошло. Странно. То не наносят урона, то довольно сразу же половину снесли практически с удара. Ну, нам-то это пофигам. Ещё два вторжения. Так, в бой идут одни старики. Ну, тут чё у них? Маги, да лучники. В общем, шелупень. В ближнем бою просто все лягут сейчас. Так. Замечательно. Готов. Ну, вот, честно говоря, лучник меня немножко расстраивает. Как-то у него, я посмотрел, дамаг не особо такой мощный. Так, ну, где последний-то? Вот. Вот. Ну, тем не менее, хоть какая-то дальняя атака помогает. Против магов я уже заметил, лучники и арбалетчики вообще обалденно бомбят. Так что, пускай пока стоит. Единственное, что да, колечко, конечно, на броню. Нафиг бы оно ему в одно место, как говорится, впилось. Мне бы что-нибудь такое на крит. Вот это было бы, конечно, эффективненько. Ладно, давайте посмотрим. Может, вдруг там сейчас из сундучка что-нибудь выпадет. Да куда уж там губюшки раскатил. Так, это что такое у нас? Это для дровосеков, что ли? Надо будет сейчас, кстати, посмотреть на 19 уровень плюс зеленка. Сейчас, сейчас, сейчас мы это с вами все конкретненько посмотрим. Так, вот они у меня здесь стоят. олухи. Это у нас, по-моему, амулет, да? На 19 уровень 472. Смотрим. Так, не подойдет. Не подойдет. Не подойдет. Слушайте, опять, что ли, это кольцо самое, ой, амулет самый фуфлыжный? Подожди, это же амулет. да ядрено вошь. Это же амулет, я не то немножко смотрел, ребята. Так, 460. Во! Так, 464 надо запомнить. А здесь, вот сюда-то мы, наверное, и наденем. Да, я на кольца смотрел. А это же у нас амулеты. Фух, ну что, вроде бы пока и все. Хотя, погоди, какое все? Ничего не все. Так, 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 где оно? Ну-ка, на 15 уровень. Ха-ха, конечно же, надо девать, менять, елка палки. Ну, а тут, вот так вот. Все. Вот теперь, вроде бы, все четенько. Так, а здесь? Да, эту шелупень надо будет потом разбомбить всю. 452. Кольцо. Ну, по кольцам, вроде бы, у них пока тут нормально все. Менять ничего не надо. Так, с орками мы расправились, но это, которые были в данный момент у нас доступны. Давайте посмотрим, что-нибудь по персонажам. У нас есть кто-нибудь такой богатенький? Ну, вот этот, в принципе, да, я вам скажу, неплохой. Давайте добавим магии и поставим на готовку. Так, разведочку. 191. Да, короче, в бой, даже не полностью, но в основном, ну, как то. Ай ты, ё-моё, этот Любомир вечно, блин. Вечно всё косипорит. Ладно, вернём сейчас его по-быренькому. Он у нас подхилится. По-быренькому. Кстати, колечко я заказал себе или амулет, уже точно не помню. Так, амулет у меня здесь делается. И я думаю, знаете чё, ребята, вот, есть ли смысл ещё делать одну броню для, не для мага, а для лучника? Или же всё-таки уже когда увеличу уровень здания, только после этого, это вот сколько будет у нас на следующем? 63.85 Это будет уровень четвёртый получается, да? Или уровень третий? Это, наверное, будет третий уровень всё-таки. Да, но ресурсов, конечно, здесь надо, да в принципе, не так уж и много. 2.700 1.200 3.600 А делается сколько будет? 6 дней. Ё-моё, вот, меня больше смущает время постройки. Очень, конечно, долго. Так, ну что, вылечился ты, вылечился, давай, возвращайся и пойдёмте. Я уже забыл, если честно говоря, где у нас там кто и находился. Так, пинг. Здесь что ли? Ну-ка. Да нет, по-моему, не тот. Чёрт, подери. Или вот здесь вот. 73. Не понял я юмора. Неужели вот здесь вот? Так, 23. Вот. Давай разведочку. 101. И в бой. Поехали. Так, два мага. В общем, всё как полагается. А вот так, если мы сделаем? Да ладно, я не поверю. У него что, нету этого? Кракена? Действительно, у него нету кракена. Это очень для меня странно. Хм. Ну и что же? Это плохо. Плохо я тебе скажу, Фёдор. Надо тебе, чтобы кракен был. Как-никак, он всё-таки оглушает. И это большой плюс. Так, а мы тем временем давайте ещё кого-нибудь глянем, кого можно будет хорошенько прижучить. Здесь не то. Этот тоже не то. Хотя бы не меньше 50 тысяч золота. Ой, золота. Вот. Вот этот падёт. Значит, Дмитрий 24. Всё, я его пометил, так скажем. Так, давайте-ка мы закажем с вами какую-нибудь зелень. Пускай у нас создаётся зелёный лук. Пофиг, лишь бы делалось. Как говорится, каши не просит. Так, и здесь закажем тоже зелёную броню. Вот так вот пускай делается. Потому что этих кристаллов у нас куча. Что, их солить, что ли? Так, готов огурец. Ну и поехали. Дмитрий 24. Разведка. Блин, добавляем, конечно же, нашу магию. Так, изготовка. Ну и разведка. 138. Пси. Конечно, бомбить. Даже думать нечего. Вообще, урона не наносят. Уворот. Как-то странно эта броня у нас работает. Я смотрю, когда захочет. А, может быть, там действует этот скилл на увеличение жизней, восполнение. И поэтому как бы у нас не отнимаются житухи. Так, и, наверное, еще одного уже последнего. Маловато будет. Маловато и в то же время вроде бы и неплохо. Да, по деньгам, по дереву. Ну, манна мне ни к чему. Вот стали маловато 36 тысяч. Как-то не тудыть и не сюдыть. ненамного ушел, но, наверное, я буду все-таки вот его. Да, решено. Бомбанем его. Так, здесь, по-моему, да, Фри, Фридом, как-то, Фрида, елки-палки. Так, где же ты? Где же ты? Так, ну, ладно, пока здесь нет. Куда же ты убежал-то, а? Не понял я, блин. Что за... Здесь ты, что ли? А вот, вот он. Ха, заныкался. Так, ну что же, 170 тысяч мощей. Поехали. Разбомбим. Пух и прах. Кстати, давненько я не играл кинжальщиком. Что-то мне так захотелось. Ой, как это у меня там лучник умудрился упасть? Ха, здорово просто. Ну что же, вроде бы как и все. Орков у нас пока нету, я бы так бы, естественно, их бы всех добил. Опачки. 273. Погодите, это, по-моему, нашим родным, хотел сказать, кочегаром. Шахтером, конечно же. Смотрите-ка. Лопата. Давненько, давненько. Да, конечно. Мы в железе очень сильно нуждаемся. Это самый сейчас для меня дорогой ресурс. Так. Так, ну что, посмотрим, что у меня там. Так, всем доброе утро, мужики. Рошад, тебе тоже привет. Дежек. Джеку привет тоже. Ролик от орков. Это Халк пишет, видимо, мне. Обязательно. Рэй, когда ролик, ролик, уже, ребята, сегодня, буквально, через часик, он уже будет в Ютубе. Всем привет. Да, я не ошибся. Это у Ильдара родилась девочка, чтоб все знали. мы все его поздравляем, всем кланам. Так что, Эльдар, теперь держись. Я знаю, что я такой, у меня у самого трое детей. Так что, как говорится, держись. Первый, самый сложный. Ну, а потом, будет попроще все. Так, зарезы, зарезы, каджит, привет. Ну, в общем, ребята, все нормально. Все у нас тут дружно. Рак покинул, Рак присоединился, как-то присоединился, покинул, потом опять присоединился. Что-то мудрит он. Так, по глобальному, что у нас тут, самозванца? Купите аккаунт. Зачем? Кому-то нужен твой аккаунт, когда у людей есть свои. Так, не уничтожить склады. Ладно. И, ребята, у нас вы, если вы не видели, то я вам скажу, в данный момент мы, по-моему, уже на 19 позиции находимся. По общему рейтингу. Сейчас. Где у нас тут? А, на 21. Ну, видно, ребята растут, кто-то приходит куда-то. Буквально час назад мы были на 19 месте, сейчас на 21. Но это ничего страшного. Все успеется. Главное, что не на 29, как были до этого. Ну, в принципе, как бы и все, ребята. Что я могу вам еще сказать в ближайшее время? Буду ждать, пока у меня построится тронка, потом, естественно, погреб, и уже начнем развивать, скорее всего, оружие. то есть я буду делать броню, улучшать и оружие. Ну, а потом, естественно, доберемся и до жерела. Но, в то же время, хотелось бы, конечно, прокачать себе ресурсодобывающие комнаты. Ну, я даже не знаю, как у меня это все получится. Ну, будем стараться. Ну, а на этом, в принципе, будем и заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ребята. Держитесь там у меня, развивайтесь. И все. Всем пока. До скорых встреч. Удачи вам.